Ох, отпуск это хорошо, ребята. Сегодня у нас уже был такой день расслабухи. Восьмой день нашего пребывания. Я был в Санкт-Петербурге. Пришел я в гостиницу в обед. Выпил пол-литра жигулевского пива. И заснул на два часа. Это было просто прекрасно. Есть свои плюсы и минусы. Плюсы. Теща смотрит видео. Дочка у них побесилась в номере. Мы поспали немножко. Так что снимаем последний раз. Предпоследний раз. Еще завтра я, наверное, съезжу один в артиллерийский музей. Там поснимаю. Сейчас мы идем Ужинать. Увидели по пути такое советское кафе. Сделано все в советском стиле. Сейчас посмотрим, что это такое. Зайдем еще в военторг. Уже три раза были. Магазин военных товаров. Смотрите. Магазин военных товаров. Покажу вам, что мы там купили. Галины рыбки еще надо купить чуть-чуть с собой. Таблеточек для бабушки прикупили. Нож по аллахол, кто знает. Для печеночки. Всякие такие вещи. Просую все это по чемоданам. Надеюсь, ничего не будет. Может, таблетки уже раньше возили. Ну, сейчас я безумного. Будем надеяться, что повезет. Такие вот дела. Сейчас просто хочу поснимать улицу еще. Что улицы тоже, мне кажется, не так много снимал. Тут стройка идет. Вот трамвайная линия обновляют. Мордюрчики делают новые. Очень много машин ездит. Еще шипованная резина. Для тех, кто не знает, такие металлические шипы ставят. Чтоб зимой машина не скользила. Их слышно по звуку. Ах, пыль летит со стройкой. Люди не меняют тупо колеса. Стройки. Обратите внимание, вот стройка. Вообще ничего не огорожено. С одной стороны, дырень. Машины могут заехать. Вон, глубокая дырка. Тут вот камни, булыжники просто лежат. Сколько мы здесь находимся, эта стройка здесь идет. Только вот такие вот пластиковые штуки положили. А так, кто врежется, его личные проблемы. Вон, работают. Вчера наблюдал картину. Двое рабочих под дождем. Подошли вот к такому знаку. Там был болт или что-то, я не знаю. И они громадные лопаты пытались открутить какую-то гайку под ливнем. Валим, лень было идти далеко за инструментом подходящим. Выглядело эпически очень. Тут вот сделали такие помостки. А так, вы упадете в такую фигню, и ваши проблемы. Тут можете суд подавать на кого хотите, как хотите. Все равно, наверное, ничего не получится. О, машина заедет в такую дыру. И все. И до свидания, подвес. Ну, встали все, там 30. Вы не задумывались, сколько вы ждете на светофорах в своей жизни, времени? Мы сейчас потеряли полторы минут. Вот тот зеленый, это кому светится? Машинам. Вот люди на красный бегут тоже. Я во Франкфурте тоже на красный перехожу, но тут мне страшно. Все, уже пошли, пошли, пошли. Идем на штурм. Вон КамАЗ стоит на стройке. Настоящий. А, сейчас я вам покажу местных бедняков с собачками. Куда, 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 куда. Нам все равно на эту сторону и дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Очень вкусные пельмени мы тут кушали несколько раз Тут вот около метро всегда можно купить тоже всякой всячины Но я не любитель с рук покупать Вот эта станция метро называется Василь-Островская Цветы продают тоже часто Бабушка денежки собирает Поет А вон там цветочки Журнальчики Кстати очень современная парковка для велосипедов Недавно делал видик про Франкфурте такая штука Сейчас покажу на прокат велосипеда Это не парковка, это для велосипедов на прокат, да? Вот эта штука Вон Вот так вот подходишь и берешь велосипед на прокат Закрыт на таком замке Там он как-то закреплен Тут инструкция есть Карта А через приложение на телефоне это активируется Так, тут у нас опять стройка Тоже старинный какой-то самосвал Так, потерял я своих Таскают, ремонтируют везде что-то Василь-Островский остров Очень старое место, старые дома здесь В Петербурге Постоянно что-то копают Постоянно что-то ломается Смотрите, какие клумбочки красивые здесь Травка Не выгоревшая Хотя тут жара тоже была Ну и постоянно идут дождики Хоть и короткие, но довольно-таки сильные Тут улица всяких тусовочных Кафешек тоже много Магазинчиков Ребята, хотите устроиться на работу в Санкт-Петербурге Вас интересуют зарплаты? Пожалуйста 30 тысяч рублей 30 тысяч рублей Это у нас получается 350 евро 350 евро Это даже социальная помощь в Германии Не на таком уровне Ну я не знаю График работы 5-2, 2-2 Что это такое? Это какао с фильхой или что? Да То есть работать если я на полную То будет 2 раза больше 600 600 евро 600 600 Но если 30 тысяч рублей Это 300 евро Вот такой он город Петербург Ну что это такое? 500 Глава Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok